Я приглашаю сюда, на эту площадку, всыпанную лепестками, с пистиками, участников... Привет, ребята! Очень рада вас всех видеть. Вы знаете, мы приехали с конференции уже... Сколько времени прошло? Больше недели? Две уже. А мне кажется, это было прямо недавно, потому что очень яркие воспоминания. Когда мы туда собирались, во-первых, для меня это была вообще просто огромная радость, это была большая мечта туда попасть. И я очень гордилась, что я туда приехала со своими менеджерами. И когда я туда собиралась, я думала, блин, так мало, всего 4 дня, мы ничего не успеем. Вы не представляете, вот эти 4 дня, как компания смогла насытить это все событиями, приключениями. Просто у нас была такая динамика во всем происходящем, что эти 4 дня мне показались вообще огромным количеством дней. И уже даже в конце мы хотели быстрее ехать обратно домой, особенно Анютка. Анютка говорит, быстрее домой, я хочу работать. У меня же нет сил. Вот я немножко прям скажу, что меня особенно впечатлило, когда была самая большая конференция, это было на второй день прилета, выступал Юрий Михайлюк, наш любимый Юрий. И он спросил, вы представляете, в зале сидело 2000 человек. Огромная делегация с Россией, 750 человек. Огромная делегация с Украиной, 400 с лишним человек и из разных еще стран. И Юра спросил, ребят, поднимите руку, а я вас попрошу тоже поднять руку. Кто ни разу еще не летал на самолете, и это было первое для вас путешествие на самолете. Кто еще не летал, поднимите руку. Представляете, я просто, я встала и снимала видео, больше ползала подняли руки. То есть это было для них первым полетом. Кто первый раз видит море? И опять, поднимите, кто ни разу еще не видел море. Первый раз больше ползала подняли руки. И потом спросил, а кто первый раз в Египте? И практически весь зал поднял руку, и я в том числе. Вы знаете, для меня это было таким шоком. Я просто поняла, что компания Алифлейм исполняет мечты людей вот так легко. Не просто, как раньше, надо было стать директором, много-много работать. А ребятки, которые пришли буквально несколько каталогов назад. Ребятки, которые не знали вообще, что такое вообще возможно, может быть даже не мечтали. И они оказались на конференции в Египте. Для меня это было очень мощно. Просто очень. Я передаю вам. Я считала, что там, в принципе, страшного ничего нет. Потому что все думали, что меня возьмут или в рабство, или я там в проституции займусь, отрабатывая деньги, которые отложила компания. Но в итоге... А это на самом деле было так. Аня позвонила, но ей было прям очень плохо, потому что все были против. А штраф уже был 600 евро за отказ от конференции за неделю. И мне пришлось 45 минут с мамой разговаривать по телефону, уговаривать ее, что мы нормальные, что все ограняется, что все будет, ее привезут. Я не стала рассказывать про Тунис, про 2000 долларов, про стадайдер-блюдов, которые мы предлагали за нашу свежих красневых директоров. Про то, как полицейский останавливал все движение, что Лариса красивая в блондинке, на машине, в центре Туниса. Ну, как бы, вот понимаете, что же все-таки, возвращать девушку на руку. Единственные, кто, конечно, за меня сразу были, это свекор со свекровью. Они всем не поддерживали с самого начала, потому что все остальные вообще не верили. Я, конечно, последнего не верила, вот уже буквально за две недели, да. Я, конечно, не верила, и то, что вообще туда поеду. У него даже возникала мысль, что, возможно, я куда-то в другой город, с любовником, потому что, наверное, это непонятно, а потом. Но в итоге, в итоге я поехала туда, да. Первый раз, вот как Илья говорила, был перелет на самолете, было страшно, и сразу четыре раза пришлось. Да, четыре раза летать пришлось. Первый раз видела море, попробовала и на вкус, и на глаз, потому что я не взяла, да, что она соленая. В глаз сразу попала, резницы накрашенные. В общем, представляете, какие ощущения. Познакомились со многими людьми, увидели прекрасный, шикарный отель, возможности, которые компания, да, может нам дать. Увидели все это питание прекрасное, море, отдых. Хотели, конечно, мы в первый же день, да, попасть на море, но прилетели туда, где-то в пять, наверное, да. И было темно. Было темно, мы хотели уже сразу на море попасть. Но в итоге мы все равно не растерялись. Покушали и пошли на море ночью. Ну, да, ножки помочили, посмотрели, все проснимали. Вот, в итоге были дни очень насыщенные. Мы не успевали не спать. Ну, есть мы, конечно, успевали, потому что, конечно, очень хорошо, да. В общем, получила я, да, ну и все остальные огромное количество положительных эмоций. Просто вот как бы рассказываешь, да, сейчас переживаешь все заново, но передать все эти эмоции невозможно. Это нужно там побывать. Да, вот такие замечательные подарки. Иголочки. Вот, были прекрасные суперские просто вечеринки. Две были вечеринки обалденные. Все было бесплатно. А ты думала, что на платье все равно. Деньги вы с собой брала. Я верила, да, что все. Ну, были сомнения, потому что настрой все-таки был сильный со стороны родственников. Деньги брала обязательно. Друг в конце счет будет. Вот, ну, в итоге все было вообще шикарно. И мне поразило то, что как бы все люди были, да, абсолютно с других городов. Как бы у каждого своя структура, но мы там были прям как родные. Все друг с другом делились, да, эмоциями, опытом. Было, в общем, ну, вообще ощущения были шикарные. Поэтому всем советую, кто идет, Наталью, да, старайтесь. Обязательно. Спасибо. Спасибо. Прямо секунду. Как вы добирались? Просто необычное состояние. А вот я сейчас вам хотел сказать, да, то есть, то, что делимся как-то впечатлением своим от поездки, да. Вот наша поездка как раз и началась с того, что мы сели в Миша автомобиль здесь, в Саратове, и поехали в Воронеж. Потому что компания, когда предоставила бесплатный билет от Воронежа до Москвы, то есть на самолеты, поэтому за четыре дня мы налетали в ДОСТ. С Москвы до Воронежа, с Воронежа до Москвы, 6,5 часа до Шермальшеиха, вот, ну, еще там аэропорт, но дело не в этом, то есть поездка началась с чего? Ну, я сразу познакомился с замечательными людьми, вот, сегодня Алена Матоненко, я тоже хороший директор, да, который тоже очень волновал, что ее тоже украдут, естественно. Ну, я их успокоил, говорю, что, в общем-то, две тысячи толчатиков, шансы минимальные, не успею, не успею. На самом деле, вот, масштаб, да, вот, такой конференции, я сейчас уже в Шереметьеве, потому что вот со всех, наверное, уголков, столько самолетов прилетал в Шереметьеве, и вот, наверное, с уголков России, с СНГ, столько бы, он Лидеров приезжал, да, с одинаковыми сумками, вот, да, с чемоданами, и было такое ощущение, что у нас какая-то сборная, да, которая к motors. Да, то есть вот, на самом деле, то есть вот уже, как масштаб уже почувствовал в такой конекposeанских конференциях. Вот, конечно, поразил Конгресс-центр очень, то есть в пустыне находится такой большой Конгресс-центр, я даже не ожидал, что там привезут, И беспрерывный караван автобусов, который привозил и привозил участников. То есть я даже не мог посчитать, сколько всех автобусов приезжало. Но они беспрерывно ездили, да, и всех, как говорится, доставляли. Организованно все было, да. В Велманс, который стоял, наверное, в любом уголке этого конгресс-центра, коктейли, да, который можно было, ну, я не знаю, сколько, наверное, могло только в рейс, да, сколько, да, сколько рук, наверное, хватало. Вот. Успешное выступление очень понравилось. Потому что, да, фокус на золотого директора хорошо поставили. Потому что ведь пока менеджеры квалифицировались на конференцию, многие из них уже прошли не только там 2-3 ступени, а некоторые, да, и 4-5 ступеней, да, уже приезжали с хорошими званиями. То есть вот о чем говорит, что еще вот такие вот... Хорошо, что компания придумала такие конференции, которые дают людям возможность сразу же открывать звание новое. То есть фокус на золото, да, сразу идет уже европейский уровень жизни, то есть чтобы ездить в конференции. Вступление Олены Мавона очень понравилось. Первый раз я как бы живой его видел, да, то есть он о замечательной линии Аспорт Элифс рассказал. То есть вот так классно, что, в общем-то, это будет, наверное, прорыв в косметологии, ну, если, я имею в виду, комплексный уход именно пользуется, да, то есть замечательно. То есть продукт у нас будет замечательный, сезон продаж, вот. Ну, мы скидки, да, кстати, нам подарили скидку, очень рады, 30% для участия еще, помимо такой конференции, нам еще на весь набор вот сделать такую замечательную скидку. Ну, и, конечно, да, вот, как девчонки говорили, мероприятия были изумительные вечером, да, египетском стиле, да, египетском стиле, где, в общем-то, выступление понравилось всех, там, и актеров, и, в общем-то, вот, на сцене, там, скупал группу какая-то, сейчас не помню. И, конечно, белая вечеринка, вот в этих майках, да, то есть, когда, наверное, знаете, когда вы запускали шары, 2000 шаров вверх, с мечтой, каждый загадывал мечту, я отпускал эти шары, вот они все вместе залетали, и такое ощущение было, что даже рыбы, знаете, они выползали из воды, потому что они были ошарашены, да, что такое происходит, может, у них света какое-то случилось, потому что мы постоянно дискотека, а рыбы у них очень любопытные, на самом деле, да, и поэтому такие конференции, конечно, надо посещать самим, то есть, их нужно видеть, в общем-то, поэтому, даже прилетев в Воронеж, когда здесь выпал смех после 35 градусов, конечно, почувствовали, что я не могу, можно сказать, у своей тарелки, но, знаете, тепло, которое сохранилось после Египта, мы были обязаны, да, довести до наших менеджеров, до наших ключевых консультантов, почему? Там, потому что выполнял я условия, потому что у меня есть сильная команда, правильно? Поэтому я хочу большое спасибо сказать, я вам, может быть, и не поехал, потому что я еду такую... АПЛОДИСМЕНТЫ Мне очень понравилось на конференции, потому что можно было так общаться, я очень много брала интервью, можете, вот, на канале Ютуб у меня посмотреть. Знаете, я подходила к любому человеку, я не выбирала, там, красиво, какие-то, вот, к любому, кто, вот, встанем, я смотрю, Вадим, я прибегаю, говорю, дайте интервью, и просто расскажите, там, как вы пришли в Арифлейм, да, какой у вас уровень, ну, и вообще, немножко, да, я подошла к одной женщине, вы знаете, вот она была на фотографии, если назад чуть-чуть перестать, нет? Просто женщина без косметики абсолютно, верхний ряд зубов полностью золотой, маленькая, завязанная, как вот, азиатские женщины, платочки, вот, встанешь ли, такая скромненькая, ну, наверное, менеджер 15%, ну, не более того, ну, возьму интервью для своих. Подхожу к ней, ребят, я чуть не уронила камеру, она говорит, я гастробайтер, я приехала в Москву подметать дворы, и мне рассказали про Арифлейм. И она вот приехала на конференцию в звании «Старшая золотой деревка» и привезла с собой 19 моих мужчин. Человек, мысли, мы сейчас приехали, она... Я, как и чувствую, это было очень много, я подошла к мужчине, к очень красивому представительному, ну, он-то что здесь делает? Все просто, он предприниматель, у него был свой магазин, огромный, да, хороший. Когда ему рассказали о бизнесе Арифлейм, он закрыл магазин, сдал помещение в аренду, И сейчас он занимается бизнесом. Поставил себе огромное цель полететь в Магайя. Представляете? И таких историй, миллион, 2100 историй, которые приехали туда. И все спокойно общались, делились информацией. Ребята, у меня к вам такой вопрос. Простой вопрос. Кто мог поехать на конференцию в Египет? Поднимите руки. У кого был шанс? Кто мог? А кто сейчас может реально квалифицироваться и поехать в Анталью? Поднимите руки. У кого есть такой шанс? Честно. Что, ни у кого? Так мало? Ребята, шанс есть у всех. У нас есть с вами еще целый два дня. Сегодня и завтра, чтобы сделать что-то невероятное. И помочь людям, которые в наших командах, вдохновить их. Знаете, как чтобы они осознали, что время все равно пройдет. Как оно пройдет? С каким результатом вы придете к следующей конференции, к банкету, к поездкам? Все зависит от вас. Как вы, как Джамиля мне очень понравилось. Передайте огонь своего сердца каждому человеку. Конечно, всех вы не зашете. Ну, вы знаете, кто зажигает, тот зажигает хотя бы какую-то часть. А кто не зажигает, тот не зажигает на кого-то. Сделайте! И увидимся в Анталье! Я приехала с подарками. Мужу, в первую очередь, вручила алкоголь, чтобы он выйдет из Египта. И, в общем, сейчас все очень хорошо относятся, все поддерживают. И даже муж там носить заказы разносит. Сейчас он у меня вчера уволился с работы, но не знаю. Я пока его обрабатываю на Арифлэн. А можно вопрос? Развиваешь бизнес офлайн или онлайн? Онлайн. Онлайн в основном. Да. Оффлайн мало? Ну, пока нет, но я планирую. Оффлайн, значит, только на продукты заработать. Да. На хлеб с маслом. Спасибо. Такие дела.